Приветствую вас! Позвольте, я отвечу вам в позиции психологии, так как данный процесс, который вы описываете, значит, понимает и классическая психология, и неклассическая психология. Значит, во-первых, если мы говорим о классической психологии, то здесь вы говорите о своего рода сублиматоре, то есть при наличии определенных особенностей человеческого характера, и при наличии неудовлетворенности человек сублимирует свою неудовлетворенность в то, что желает другим счастья, желает другим того, чего нет у него. Вот. Это действительно так. Вот. Но! Но! Тут сразу вступает в дело неклассическая психология. И она говорит, что далеко не все люди, желая друг другу что-то, как бы, действительно подразумевают то, чего им не хватает. Угадывая это, работает по-своему. Вот вы, например, не имея счастливых отношений, поняли для себя, что это здорово и, соответственно, желаете этого всем. А другие люди, напротив, завидуют тем, у кого эти отношения есть, и, естественно, не завидуют, ой, не желают, прошу прощения, не желают того, чего у них нет. Потому что опасаются, что если у других будет то, чего у них нет, то они будут хуже, и тем самым они будут себя более скверно чувствовать. То есть все зависит от особенностей личности, от особенностей человека. Так говорит нам неклассическая психология. Далее. В дело вступает вновь классическая психология, где человек свои желания часто переносит на другого. Смотрите. Вы пишите, что в своем окружении есть мужчина, явно не симпатизирующий, который на Новый год пожелал мне любви, сказал, что любовь самое главное. И вот вы задумались, быть может, он не особенно, или все же особенно называет взаимности? То есть, понимаете, в чем дело, вы здесь, именно потому, что у вас не было счастливых отношений, и вы понимаете, как здорово любить человека и, значит, получать взаимную любовь. Вы, естественно, хотите, чтобы этот мужчина через это признание выглядел вам желание вступить с вами в отношения. Именно потому, что у вас есть к этому стремление, именно потому, что вы этого отвечаете. Но здесь вы выдаёте желаемое за действительное, потому что если бы мужчина хотел с вами быть в отношениях, скорее всего, он проявлял бы более явную инициативу. И на Новый год, например, не пожелал бы вам любви, а провёл с вами время. Или сделал что-то ещё, что более явно стало бы свидетельствовать о том, что, значит, он хочет быть с вами. А пока это просто пожелание, и это можно диктовать двояко, и лучше вам не ожидать, чтобы потом не испытывать разочарования. Но! Можно подумать, почему у вас никогда не было счастливых отношений. Это ведь отчасти, а если честно, то и на довольно большой процент, зависит от вас. Что у вас не было счастливых отношений никогда. С этим можно поработать, можно подкорректировать, модель поведения, направить так, чтобы вы имели счастливые отношения. Чтобы вы вступили в эти отношения, чтобы у вас был мужчина, чтобы вы реализовывались как женщина в личных отношениях. Всё это можно сделать. Далее, мама. Ну, потеряв маму после болезни, пишите вы, значит, это тоже травма, и кто-то знает, может быть, у вас эта травма до сих пор осталась. И с ней также можно поработать, поработать, дабы она вам не мешала жить. То есть, на самом деле, у вас есть два варианта. Первый вариант – то, что вы начинаете над собой работать, и работать над тем, почему у вас никогда не было счастливых отношений с мужчинами, как я понял, и причём это не только у вас, но и у вашей сестры тоже имеется. Это говорит о наличии сценарного поведения, родительского поведения, родительского сценарного поведения. А с другой стороны, вы можете гадать и надеяться, что пожелание любви от вашего мужчины, который находится в вашем окружении, это было подспудное стремление к взаимности, которое может быть во что-то вылиться, а может быть не вылиться ни во что. То есть, вы можете для себя решить, будете ли вы стремиться к определённости, ставить чёткие цели и этих целей добиваться, реализуя тем самым себя. Либо вы будете надеяться на некий случай, на некое течение обстоятельств, на авось. И в первом случае, конечно, вам требуется работа над собой. Это проработка и неуверенности в себе, и своей позиции по отношению к мужчине, и детско-родительские отношения нужно проработать, и ваша модель женского поведения нужно проработать. Вот. И то, для чего вам отношения, счастливые отношения я имею в виду, то такое счастье, то такое счастливые отношения, и так далее. Вот. Всё вот это вот нужно обязательно с вами прорабатывать. Это работа. Это работа. То есть для определённости, для взятия под контроль своей жизнью, нужно работать. Ну, а если вам этого не хочется, то вы можете, как я уже сказал, думать о том, что мужчина, особенно, или, в связи, особенно мужчина, желает веимости, значит, с вами. Тут решать только вам. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.